привет друг ты на канале формы воздуха школа волшебного папи-маше и сегодня мы с тобой пройдемся по теме улучшения качества заготовки что такое заготовка знаешь вот что такое такая вот картонная штучка которую мы снимаем с пластилиновой формы и вот смотри я нашла вот такую вот свою учебную работу ну тут одна из самых первых заготовочек и она по качеству очень сильно отличается от современной заготовочки вот сравни эту и сравни вот эту видишь это гораздо более гладкая она лучше передает форму в то время как это такая угловатая с какими-то вот провалами даже да ну куда отогатись но это нормально на первом этапе на начальном этапе но потом мы можем предпринять шаги к улучшению нашей заготовочки недавно я сняла ролик о том как можно улучшить качество фактуры мы прошлись по всем этапам создания фактуры и на каждом этапе внесли какое-то улучшение точно так же мы сейчас поступим и с созданием заготовки шаг 1 на этапе пластилиновой формы мы можем загладить форму так чтобы она была просто идеально гладкой шаг 2 на этапе покрытия формы пленочкой пищевой мы можем контролировать то чтобы пленочка не собиралась в такие выпуклые складочки когда мы ее накладываем так шаг 3 когда мы приклеиваем вот эту нашу бумажку расчесочку да у нас тоже есть место для улучшения знаешь где сейчас покажу вот я ее сейчас намажу клеем возьму заготовочку начну приклеивать сначала вот я ее приклею по низу этой расчесочки да а потом вот я начинаю каждую складочку укладывать по очереди и сперва это может быть еще непривычно но потом у тебя войдет в привычку и ты каждую складочку будешь контролировать я напомню что вот форма расчесочки это идеальная форма для любой поверхности изогнутой именно вот даже на шар можно эту расчесочку наклеить вот то есть третий шаг заключался в том что расчесочку мы приклеиваем в таком порядке сначала вниз а потом каждая складочка поочередно по порядку и выравниваем все складочки следующий четвертый шаг смотри мы берем например вот такую штуку что-то твердое и вот там где у нас складочки друг с дружкой пересекаются мы их вот так вот пока они мокренькие выглаживаем вот и тогда у нас просто идеально они лягут вот выгладили следующий шаг даже если мы будем выглаживать каждую складочку но все равно будут где-то бугорочки и тогда мы берем вот этот острый заточенный скальпель я точу его вот так вот а такую штуку он тогда острейший и просто срезаем эти бугорочки берем и срезаем вот эти кусочки бумажки ну и последний шестой шаг делается уже когда у тебя заготовочка не только снята с пластилиновой формы но и склеена обратно и тогда мы берем вот такой прекрасный инструмент но я люблю именно этот инструмент это пилочка для ногтей они одноразовые вот у меня с одной стороны 100 с другой 180 и просто вот эти все вот эти вот бугорочки оставшиеся которые чудом остались после наших манипуляций я их еще дополнительно обрабатываю и таким образом у нас получится просто идеальная гладкости заготовочка которая подойдет для дельфинчика и для любой скульптуры где нужна гладкость где поверхность не будет скрыта под нашей красивой фактурой а работает именно гладкая поверхность даже если ты будешь вводить в свою деятельность поочередно каждый из этих шагов ты уже улучшишь качество фактуры а все вместе они дадут такой эффект что качество вырастет просто в десятки раз действуя таким образом ты не только улучшишь качество своих изделий ты вложишься в развитие своего рукодельного бизнеса ты также поработаешь над своим именем честным ты мастер который делает качественные изделия вот так что хорошего тебе дня друг если что обращайся если у тебя какие-то вопросы пиши мне я всегда очень рада пообщаться все пока какие шаги бы мы предприняли чтобы я вообще хотела не про персонажа говорить бизнес развивается на что я уже приплела папа 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 папа